Теперь я хочу сказать о зверствах украинских боевиков и иностранных наемников Курской области. Правоохранительные органы России продолжают поступать в свидетельство военных преступлений украинских боевиков и иностранных наемников Курской области. В частности, изучаются показания одного из пленных боевиков о случаях издевательств и убийств бандеровцами российского военнопленного за отказ его супруги выполнять их требования, в том числе унизительного характера. Украина-нацисты сначала прострелили нашему бойцу Ногу, а затем застрелили его, сняв на видео свое преступление и последние слова героя, обращенные к своей жене. Российские военнослужащие сообщили о найденных брошенной боевиками ВСУ мастерской беспилотники в деревне Новоалександровска Курской области, в выдернутых золотых зубах. По всей видимости, они принадлежали убитым местным жителям. Но это прямая увязка с тем, о чем мы говорим постоянно. Это тот самый след, это тот самый почерк нацистов, которые, как и тогда, восемь с лишним лет назад, не только глумились над людьми, не только их убивали, но и буквально расчленяли. Вот так, на запчасти. Отдельно кожа, отдельно волосы, отдельно коронки, зубы. Что еще нужно, чтобы, наконец, в ЮНЕСКО, в организациях системы ООН, ОБСЕ и других международных структурах, правоохранительных, я имею в виду с точки зрения защиты прав человека, они же так себя называют, право человеческих организаций, всех мастей на Западе оторвались от своих методичек и увидели, что творится на самом деле там. Подобным грязным ремеслом в концлагерях промышляли гестаповцы. Нынешние украинские ноу-нацисты буквально во всем стремятся им подражать. У них герои те же, Бандера и Шухевич, у них символика та же, все эти свастики, эсэсовская символика, волчьи головы, пасти, морды и так далее. Мало того, такое впечатление, что им этого недостаточно, они хотят во всем превзойти своих кумиров.